Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я немного не понимаю действия мужчины, можете бы сказать, к чему это все и как себя вести для того, чтобы он начал действовать, а не просто просматривать мой профиль. Постараюсь кратко, он из другого города, я частенько бываю там, у нас был интим, на этом все. Честно, я питаю к человеку страсть и хочу с ним отношения, но он себя никак не проявляет, я тоже не бегу за ним. Пауза затянулась между нами уже месяц, однако в социальных сетях я демонстрирую свой успех, красивые фото, я модель. Я вижу, что человек в день заходит по 6, а то и в больший раз, но ничего не происходит. Один раз по приезду я ему написал, что в городе ему встретились, у нас был интим, на этом все. Он быстро ушел сказать мне неловку и нелепую отмазку, что позвонил его брат с семьей и зовет Густи. Я не стал ничего говорить в ответ, продемонстрировал успокоиться, он сказал, что придет в ближайшие к вечеру и опять даже снял нам номер, но, увы, я его не раздалась. Я не стал набивать ему цены, молча уехала, сейчас только просмотр. Да, ранее он блокировал меня, сейчас я видел снял блокировки, но сам не звонил. Как навести себя, чтобы начал активно проявлять интерес? Спасибо за внимание и ответы, оценив всех. Дальше. Дополнение к вопросу в ответ на, видимо, обратную связь кому-то из моих коллег. Поговорить с ним напрямую с позиции логики, вы это серьезно, о чувствах спросить логически, вы думаете, после этого у нас реально будут отношения? Тут точно раздел психологов или мне дают советы обалды, я прощу ответить профессионалу, если таковой имеется. Извините. Да, довольно непростую ситуацию вы нас поставили, автор вопроса, ну, по крайней мере, меня. Да, поясню, почему. Вообще, как бы, психологи, если говорить о профессионализме, не дают советов. Мы не даем советов по поводу того, как себя вести, чтобы чего-то добиться. Ну, это не психология. Это просто кухонный разговор. И все. Мы не обнимо не можем обсуждать третьих лиц. Это не позволяет профессиональная этика. И, если говорить о позиции профессионализма, с позиции профессионализма, коли вы так ставите вопрос, то я бы сказал, что вам сформулированный вопрос, как вести себя, чтобы он начал проявлять активный интерес, является некорректным. Потому что, чтобы вам вести себя как-то, чтобы он начал проявлять интерес, нужно, чтобы вы своим поведением затронули какие-то его черты, какие-то его струны, которые его смотивируют на поведение, на активность. А для этого нужно знать, какой это человек, для этого гипотетически нам нужно с вами обсудить его. А мы этого делать не можем, потому что профессиональная этика. Так вот как-то так. Вот получается, что с позиции профессионализма я вообще не должен отвечать на ваш вопрос, потому что он задан некорректно. Но я скажу вам, что делает профессиональный психолог. Он помогает человеку решить свои проблемы. И вот здесь уже много зависит от раз. Если вы сузили сейчас свое сознание до поиска какой-то мобели поведения, чтобы человек начал проявлять активный интерес, вам не помогут. Ни один профессиональный психолог вам не поможет. Вам будут давать советы какие-то, да, но это будет то, что вы назвали советы от Баумбей. И вы будете правы, в этом смысле. К сожалению, мне придется констатировать здесь не очень приятный факт для моих коллег. Что совет поговорить с ним напрямую, с позиции логики, тоже деструктивный. Ну, потому что, если бы для вас это было приемлемо, вы бы с ним поговорили. Раз вы с ним не поговорили, значит, для вас это неприемлемо. Ну, то есть, вы считаете, что реально после этого будут отношения, как бы, ну, то есть, вы считаете, что отношений после этого не будет. И, возможно, у вас есть основательный шаг по логике. Хотя, если так подумать, то, как вы тогда отношения это устраивать вообще с человеком? С человеком собираетесь, если в контакте с ним нельзя прояснять какие-то моменты. Нет, вы немножко не правы в том моменте, что с позиции логики. То есть, я бы здесь сделал бы небольшую поправку, что вы могли бы мужчине свои чувства выразить. Например, сказать ему, что он нам нравится и что вы хотели бы получить от него подтверждение того, что вы нравитесь ему, и посмотреть, как он иногда проагирует. Но здесь есть один важный момент. Любая откровенность, это риск, что человек уйдет. То есть, вам, чтобы быть откровенной, нужно допустить возможность отпустить человека. Если вы такой возможности не допускаете, то, конечно же, откровенность не та мобиль, которую вы будете следовать. Здесь, конечно, встает вопрос, а что это тогда за отношения, где я боюсь человека отпустить и где я не могу говорить прямо? Не буду ли я манипулировать в таких отношениях? И вообще, строю ли я эти отношения для того, чтобы сделать человека счастливым? И вообще, мне человек важен или отношения с ним? Такие вопросы здесь возникают. Ну, давайте пока это все опустим. Как я сказал, психолог занимается тем, что помогает человеку решить свои проблемы. И поэтому я с позиции профессионального, так сказать, психолога, которым я себя считаю, дам вам обратную связь именно с этой, так сказать, с этого взгляда. И первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что вы пытаетесь добиться внимания того, кто, как бы, от вас убегает. То есть, по большому счету, вы сейчас играете в игру догонявки. Вы к человеку приближаетесь, он от вас убегает. Загонялка. Это такая детская игра, я часто о ней говорю в своих ответах. Это такая детская игра, когда один загоняет, другой убегает. Потом они меняются местами. В детстве эта игра используется в том числе для того, чтобы личные границы расстроить. И понимаете, какая штука? У людей может быть отсутствие личных границ. Ну, в том смысле, что я боюсь, когда ко мне приближается кто-то. И могут быть личные границы слишком расширены. Когда я, пускай даже не действием, не активной позицией, пускай даже я пассивной позицией. Но он торгает пространство другого человека. Вы здесь говорите о том, как мне вести себя, чтобы человек начал действовать. То есть, по сути, как мне заставить, так говорите вы, мужчину, делать то, что я хочу. Это про нарушение личных границ. Ну, потому что здоровые отношения выстраиваются на принятии, безусловно, партнера. Иными словами, ваш мужчина, вот он такой, он пассивный, он избегающий, вы его принимаете. Если у вас есть к нему чувство, и вы хотите с ним отношения, вы его принимаете. И подстраиваете свое поведение под него. Он же вам нравится именно таким, правда? Пассивным, избегающим, непостоянным. А если нет, если он вам таким не нравится, если вы пассивного человека хотите сделать активным, эта история про то, что вы хотите человека поменять. А это прямой путь к неврозу. Дальше. Следующий момент, на который хочу обратить ваше внимание. Вы говорите обо том, что не понимаете действия мужчины. Я думаю, что понимаете. Я думаю, что вы понимаете, что для вас, как для женщины, его действия являются оскорбительными. Ну, потому что в вашей парадигме мужчина должен сам проявлять внимание. И сам быть активным. Это правда. Но вы не того человека выбрали. Он другой. И тот вопрос, который я бы себе задал, он звучит так. Почему я, ценность которой является в активной позиции мужчины, выбираю себе того мужчину, который ведет себя иначе? Это первое. И второе. Ну, я же что-то чувствую, когда мужчина, например, не пишет, когда мне дает только просмотры. Да? Если я что-то чувствую, это какие чувства? Неприятные? Скорее всего. Ну, и как я с ними обращался? Я позволяю своим чувствам влиять на мое поведение? Я могу, например, сказать мужчине, слушай, мне неприятно, что вот у нас с тобой был секс, ты обещал потом приди, значит, ко мне и снял номер, но продинамил меня? А теперь ты меня только просматриваешь, ты меня только просматриваешь. Мне это неприятно. Вы можете так сказать человеку? Это правда. Это не с позиции логики. Это с позиции ваших чувств. Да, после этого мужчина может вас заблокировать и больше с вами не общаться. Это правда. Да, реальных отношений у вас может и не быть. Но по-другому, тем более реальных отношений не будет. В смысле, будет манипуляция, будет привязка, будет игра, но не реальные отношения. Позволяете ли вы своим чувствам направить свое поведение так, что, ну, мне не нравится, как мужчина себя ведет, например. Значит, он мне не подходит. Все, я не буду тратить на него свое время. Но нет. Мужчина по поведению вам не подходит, вы тратите на него свое время. И вот здесь некоторые психологи считают, что на первое место выступает сценарий поведения. Такой, знаете, родительский сценарий, где у человека действует запрет на создание близких семейных отношений. Запрет на создание семьи. Человек выбирает и избытывает чувства к тем партнерам, с которым невозможно построить серьезные отношения. На самом деле, этот мужчина не тот, да, по поведению, с которым у вас может быть серьезные отношения. Человек вас избегает. Вот такая история. Можно, после завершения, немножко глубже и предположить, что добиваясь внимания этого человека, вы решаете какую-то проблему с отцом. Ну, это совсем очень психоанализ, мне эта позиция не близка. Дальше, вы пишете, я питаю к человеку страсть и хочу с ним отношения, но он себя никак не проявляет и я тоже не бегу за ним. Смотрите. Первое. Страсть. Это идеализация человека. Иными словами, создание образа, а не восприятие реального человека. Это страсть. Второе. Я хочу с ним отношений. Отношать, что я хочу с чего-то в отношениях, в отношениях с ним. Для себя. Ну, потому что, с точки зрения поведения, нельзя хотеть отношения с кем-то. По той причине, что вы в отношениях уже находитесь. Они могут быть разными, эти отношения. Они могут быть на уровне знакомства, на уровне дружбы, на уровне романтических отношений, на уровне семейных отношений, на уровне родительских отношений. Не всегда это даже иерархически как-то связано. Но вы уже в отношениях. Только они вас не устраивают. Потому что, далее вы пишите. Он себя не проявляет, я не бегу за ним. То есть, вы чувствуете к человеку страсть. Вы чего-то хотите по отношению к нему. Надо разобраться, чего. Но чего-то хотите. И вы ему это не выражаете. Вы ведете себя. Вы изображаете спокойствие. То есть, обманываете себя и обманываете его. И тем самым не берете ответственность за свои чувства и за свои желания. Вот здесь находится ваша уязвимость. Обычно, когда человек чего-то хочет, он берет на себя ответственность за это. И как-то это выражает. Да, можно получить отказ. Да, можно получить не то, что хочешь. Но так действуют люди с позиции личной ответственности. У вас позиция такая. У меня к нему страсть. Я хочу к нему отношения. Он должен проявлять активность. Здесь прямая передача власти над своей жизнью другому человеку. При этом я уверен, что во всем остальном, во всех остальных сетях, вы контролируете свою жизнь. Делаете это, правда, мне кажется разумом. Не чувством. А когда возникают чувства, вы регрессируете до возраста маленькой девочки. Такая проблема. Так она видится мне. Вы почему-то считаете, что сказать человеку о том, что я чувствую к тебе просто, и что я хочу от тебя просто, значит набить ему цену. Значит бежать от него. Тема отвержения выражена здесь достаточно сильно. Ну и по сравнению с тем, что я сказал, в качестве не дополнения, а в качестве такого послесловия, хочется обратить внимание на то, как вы относитесь к позиции мужчины. Он говорит, что ему позвонил брат с семьей и зовет в гости. Вы говорите, что это нелепая отмазка. Даже если человек врет, здесь чувствуется, как вы обесцениваете своего мужчину. Почему-то считаете его повод, каким бы он ни был, нелепая отмазка. Что говорит о том, что вы не готовы его слушать, не готовы его слышать. Можно сказать в ответ на это, да, что он с вами, ему позвонил брат с семьей, зовут в гости. Можно сказать, что вам неприятно, что он выбирает, например, брата из семьи. Можно сказать, что вы чувствуете себя брошенной, одинокой, если вы себя так чувствуете. То есть он по позиции выразил, а вы нет. Какая бы она ни была. Но вместо этого вы обесцениваете позицию мужчины. Только потому, что она не соответствует вашим ожиданиям. Или вашей концепции мира. Или образы мужчины, которые вы себе нарисовали. Понимаете? Как-то так, Аман. Я понимаю, что то, что я сказал, вы, вероятно, с этим не согласитесь. Я понимаю, что то, что я сказал, вам будет неприятно. И, знаете, я буду с вами откровенно честен, если бы вы не затронули тему профессионализма и не просили бы ответить профессионалов. Возможно, возможно. Можно было бы позволить себе какие-то, скажем так, вольности. Можно было бы позволить себе какие-то импульсы. Но вы сами установили рамки ответа. Вы сами обозначили свои требования к ответу. И в итоге получили то, что хотели. Это не то, чего вы ожидали. Но это то, чего вы хотели. Я призываю вас более осторожно пользоваться словами. Иногда настойчивое требование чего-то приводит к тому, что мы получаем совсем не то, что хотели. Я понимаю, вы взрослый человек, вы успешный человек. И вы можете просто взять и обнахнуться от моих слов от всего, что я сказал. Скорее всего, так и будет. Я не жду чудес. Но мне хочется верить, что когда-нибудь потом, когда пройдет какое-то время, вы получите опыт. Может быть, немножко личностно вырастите. Вы вспомните то, что я сказал. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы отчасти. И задумайтесь как минимум о том, что, может быть, что-то я делаю не так. А как максимум пойдете на психотерапию, потому что вам это необходимо. Всего самого доброго. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин КорректорЭминга Корректор Э.Егорова А.Кулаком